Всем привет, друзья! Помните, я вам обещал снять видос 30-дневка по прокачке ног? Сразу же говорю, я ноги не качал, наверное, год, может даже больше, то есть год и месяца три. Почему? Потому что у меня всякая фигня с ногами была, то почему-то у меня колени начали ныть, то еще какая-то фигня, то просто лень качать было, я же все-таки стритлифтер, а не качок. Поэтому я их не качал очень долгое время, и вот к соревнованиям мне нужно было сделать так, чтобы мои ноги прорезались, стали красивше, глубже, красивее, да, правильно? Вот, глубже и так далее, то есть чтобы приняли какую-то такую, ну, колоссальную красивую форму, потому что они до этого были как столбы. Но перед началом видоса подпишитесь, пожалуйста, на мой инстаграм, потому что я набираю армию качков в инстаграме. Ссылочка будет в описании, обязательно перейдите и подпишитесь, пожалуйста. А мы начинаем. Сейчас на экране вы видите видос вот в самом начале, когда я только начал ноги качать, это, наверное, первый день был, то есть это без пампа, это утром я проснулся, встал к камере и снял вам свои ноги. Получается, что мы видим? Мы видим, что это просто обычные столбы без рельефа вообще. Ну, они довольно-таки хорошие, да, они довольно-таки крупные, но они без рельефа, то есть верх тела у меня рельефный, а внизу у меня ничего нет. Поэтому мне нужно было за месяц сделать рельеф, чтобы ноги выглядели красиво. Начнем с того, что я пил креатин. Я пил его, наверное, недели-две, и вот до этого видео две недели я уже не пью. То есть попил я две недели примерно в этом эксперименте, и после, потому что мне нужно слить воду вот эту всю до соревнований, да, которая накопилась от креатина, я уже не пил его две недели. Ну, я думаю, что креатин дал какой-то определенный результат, может, прирастил там чуть-чуть совсем мышечные массы, но это незначительно, в большей степени он меня просто залил водой. Теперь расскажу, что я вообще делал, как я качал ноги, и сейчас, конечно, покажу вам результат, который у меня получился, а после уже расскажу, какие упражнения и сколько подходов повторений я делал. Смотрим. На этом видео сразу же хочу извиниться за сушилку сзади. Мы видим, что ноги стали более рельефные, стали более глубокие, видите, видны мышцы, раньше такого не было. То есть, вот тут мы видим подрезаны квадрицепсы, это очень круто выглядит, раньше, опять же, такого не было. То есть, мы видим глубину ног, которая проявилась именно спустя месяц. Это видео, опять же, было снято без пампа, то есть, я утром проснулся, подошел к окну, к камере, и снял вам прям вот результат без пампа. То есть, получается, там без пампа, тут без пампа, и вы видите результат, что ноги стали гораздо рельефнее, гораздо отчетливее, глубже, и, в принципе, я доволен. Но этого, к сожалению, конечно, маловато для соревнований. А соревнования уже прям вот-вот скоро. Итак, что я делал, чтобы накачать ноги? У меня было всего лишь 4 недели. Первую неделю я качал ноги 2 раза в неделю, точнее, я даже не буду говорить это, да? То есть, я качал все время 2 раза в неделю ноги. Получается, понедельник и пятница. В первую неделю что я делал? Я брал просто жим ногами, брал разгибание ног и брал сгибание ног. Сгибание, да, на тренажере, когда вы ложитесь и поднимаете на бицепс бедра. Получается, я делал по 6-12 повторений там-там-там. То есть, получается, на массу я делал первую неделю. Вторую неделю что я сделал? Вторую неделю я решил так стрессануть, как сказать, да? Можно сказать, что дать стресс мышцам. Очень жесткий стресс. И немножко дать им, так сказать, просраться. Я хотел сделать, чтобы они стали рельефными. Вот. И что я сделал во вторую неделю? Я просто взял и по 50 повторений 2 подхода в тех же упражнениях и делал. То есть, 50 повторений в жиме ногами, потом еще 50 повторений в жиме, потом разгибание 50, потом еще разгибание 50, потом сгибание 50, потом еще сгибание 50. Получилось в общей сумме 300 повторений за тренировку. Это в понедельник. Точнее, в пятницу я делал, в ту же неделю, да, во вторую неделю, в пятницу я делал наоборот с большим весом. То есть, получается, я брал такой вес, чтобы было от где-то от 3 до 5 повторений, чтобы прям вот, чтобы изо всех сил жать. И также я делал это на разгибаниях и сгибаниях. В третью неделю я опять делал по 50 повторений. То есть, как и в прошлую неделю, так же не буду повторяться. И в пятницу я делал на 12-15 повторений. То есть, я брал просто такой вес, чтобы он подошел под 15 либо 12 повторений. Обычно это делается как? Вы берете сначала, ну, я не знаю, сколько там на жиме у меня получалось, 100... 150, наверное, килограмм. Может, 170 где-то. Я уже не помню, сколько я навешивал. Вроде 170 килограммов. И делал я на 15 повторений жим. Потом, естественно, ноги уставали. Я не скидывал вес. У меня тот же вес и оставался. Я делал где-то 3-4 подхода. Я не скидывал вес. И просто постепенно у меня получалось 15-13 повторений. Вот так. Ну, сбавлялось, короче. То есть, от 12 до 15 повторений примерно я делал. То есть, больше на рельефчик, да? Так, у нас следующая. Это какая? Третья неделя, да? Или четвертая? Это, получается, четвертая сейчас неделя идет. Я просто брал и делал от 6 до 12 повторений, как и в первую неделю, просто на массу. Вот сейчас она идет, у меня еще одна тренировка будет. Но я не думаю, что там за одну тренировку еще что-то изменится. Но вот в последнюю неделю я делаю просто от 6 до 12 повторений во всех упражнениях. Где-то по 3-4 подхода вот так получается, пока у меня ноги там не убьются. Я делаю. А зачем я это делаю? Затем, чтобы дать максимальный стресс мышцам, чтобы они каждую неделю, мышцы ног, просто офигевали от того, что я с ними творю. То есть я делаю и многоповторку, и на силу, и на массу, и так далее. То есть я чередую вот так, и мышцы такие, что ты творишь? И в итоге они прогрессируют, как видите, да, они стали более рельефными. И это всего лишь за месяц. Если я их качал, наверное, месяца 3, они бы стали вообще-таки на уровне. Но, к сожалению, уже соревнования 27 апреля будут. И надо будет попробовать хотя бы не последнее место занять. Хотя, блин, среди таких кабанов, которые весят по 100 килограмм, это будет сделать очень сложным. Вот. Я надеюсь, вам видео это понравилось. Это такой небольшой отчет. Так что, если хотите прокачать ноги, то пользуйтесь моей схемой, которую я вам дал. И удачного дня или ночи, чего там у вас сейчас, когда вы смотрите это видео. Короче, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok